Можно в интернете будет его посмотреть, если что. Человек, задающий вопрос у дворцу, был смешон ни у клюши, ни лепа. И потертая ткань на плечах, ни к лицу, сито дыр, нога до колен. В его доме был стол, инструмент верстак, и дощатый некрашенный пол. Пожелтевший от фото в заначке пятак на столе корвалов. И дурацкая кукла валялась в углу, ни продашь, ни подаришь, выбросить жаль. Зря стонала доска под резцом, и напрасно наперсток скрипела в их ум. Иногда он во сне с ней о том говорил, виновата с плохим переводом скрижаль. Я как мог, так по ней тебя и мастерил. Я как мог, так по ней тебя и мастерил. Из-за того, что без дела лежало. И безгласая буква кивала ему, так резвился сквозняк с колпаком дурака. Но улыбка чужда деревянному рту, незаметно в его уголках. Нет, он не был ни зол, ни прижимец, ни ужив он к соседям своим, походим лишь с добром. Как-то утром кинжально ужалила жизнь, и потащила за крюк под ребром. И когда он упал перед мутным окном, и усталился в лево дрожа, пепелища в груди, в висках метроном, невозможно дышать. Он спросил, отчего мои слабы персты, когда я прикасаюсь к земле? Почему мое сердце и мысли пусты, когда я обращаюсь к тебе? Для чего мне безброда до гроба присти? Через сумрачный стик с Рубикон и Кояма. И ответил Творец, если можешь, прости, и ответил Творец, если сможешь, прости. Я как смог, так тебя и своя. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ